И добрый день, с вами канал Опыт Тичера. Сегодня мы с вами поговорим насчет того, почему не стоит рассказывать свою цель другим людям. На этом видео меня подтолкнула мысль о том, что мы много раз ставим себе цели, но при этом ничего не делаем в отношении этой цели. Очень часто такое случается. И одна из причин, как неудивительно, это декларирование цели своей публично. Кстати говоря, об исследованиях, посмотрев их, прочитав их, я сделал некоторые заметки. И вот смотрите, что, в исследовании западном разбили на две группы, группу людей, да, поставили перед ними одинаковую задачу. Но при этом первая группа анонсировала свою цель публично, а вторая группа не анонсировала свою цель публично, а просто начала делать. У них была некоторая внутренняя мотивация, да, к этому. И вот смотрите, что случилось. Первая группа, которая анонсировала свою цель, после этого она проработала всего 33 минуты и сразу же вышла. Без особых комментариев, молча, спокойно ушли. А вторая группа, которая не анонсировала свою цель, она работала гораздо дольше, 45 минут. И после выхода из эксперимента они комментировали то, что они были более реалистичными в этом отношении, в отношении своей цели, более приземленными и говорили о том, что еще много работы предстоит сделать. То есть они видели в перспективе цель и сделали максимум в этот день, 45 минут. Это очень большой гап между двумя этими временными отрезками. И что говорит первая группа, та группа, которая проработала меньше, что это нам говорит? Это говорит о том, что когда мы декларируем свою цель, публично говорим о ней другим людям, даже если это ваши близкие люди, очень часто этим людям, в принципе, нет дела до вашей цели, у них есть своя собственная жизнь, в которой есть очень много перипетий разных происходит. И поэтому они могут вас максимум поздравить. О, какая у тебя классная цель, да? Но с чем поздравлять? С тем, что у тебя есть цель? Окей, круто, классно, но ты ничего не сделал. И вот этот момент, когда они поздравляют вас с тем, что у вас есть цель теперь, она создает ложное убеждение в голове, так что вы уже что-то сделали в отношении этой цели, хотя вы, собственно, ни черта и не сделали. Это самая главная проблема, я считаю, что когда мы декларируем цель, это создает ложное убеждение о том, что вы его достигли. И вообще в целом вот эти аффирмации к целям, да, то есть когда мы говорим, что мы хотим пробежать, к примеру, марафон, это не так уж хорошо действует на самом деле, потому что марафон пробежать, это состоит из множества частей, пробежать там километры, пробежать два километра, пробежать четыре километра, пробежать восемь километров, пробежать десять километров, то есть подготовка к марафону состоит из множества частей, декомпозиции, да, некоторые. Вот, теперь другой вопрос. Как и кому стоит говорить о своих целях? Нужно говорить тем людям, которые, в принципе, будут тебя держать продуктивным в течение достижения этой цели, люди, которые хотят того же, что и ты, и готовы они начинать с простых мелких шагов, мы называем это Baby Steps, да, и как стоит говорить о своих целях? Если привести тот же пример с марафоном, то можно будет сказать, не пробежать, типа, марафон на 40 километров или на 20 километров или на 10 километров, не написать там целую книгу, да, а просто говорить о том, что ты что-то будешь делать сегодня, да. Ты можешь сказать, сегодня я пробегу один час, окей. Или, допустим, сегодня я напишу там две страницы и выложу это все в своем блоге, да. Или сегодня я сделаю одно видео, как минимум, и выложу на свой YouTube-канал. Либо я сегодня решу одну задачу по программированию, но не говорить о своей глобальной цели. В принципе, все. Идея этого видео. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставляйте комментарии насчет того, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Субтитры сделал DimaTorzok